Здравствуйте, ребята! Ну что, начнём уроки? Так, я смотрю Тупорев, как всегда, в своём репертуаре. Мария Ивановна, а вы что думали, что за лето что-то поменяется? Ну это ж Тупорев. Так с чего вы сразу человека будете? Ну задерживается человек. Задерживается обычно начальство, а ученики опаздывают. Да он за лето отвык так рано вставать. Кстати, а вот он. Здрасте! Что-то отвык я от такой движухи. А что у вас тут происходит? Ну видите, Мария Ивановна, я же говорил. Тупорев, что значит, что у вас здесь происходит? Школа у нас вообще-то происходит. Да это ты и понял. Тупорев, а что ты грустный такой, не улыбаешься? Я с сентября по май не улыбаюсь. Что, Шарцов уже насмотрелся? А что, нельзя что-ли было? Тупорев, ты как себя ведешь? И вообще, ребята, у нас сегодня серьезная контрольная работа. Отлично! Понеслась. Какая контрольная, Мария Ивановна? Мы еще ничего нового даже не прошли. Это что за беспредел такой? В первую очередь я хочу проверить, ничего ли вы не забыли за лето. Тупорев, а вы кто? Тупорев, Тупорев, ты о чем? Какая тетя? Тупорев? А кто Тупорев? Тупорев, прекращай, шутка старая, баян, уже не смешно. Какая шутка? Тетя, вы о чем? Вот так вот, хорошо. Мальчик, а как тебя тогда зовут? Я? А я этот, Иванов, Иван, Иванович. Вот это фантазия. Ну я сейчас посмотрю. Иванов. К сожалению, у нас таких нет. И что ты дальше будешь делать? Смотри. Тетя! Ну раз! У вас в классе таких списках нету. Я тогда пошел. Иванов, подожди. Молодой человек, остановитесь. И что вам, тетя? Перед тем, как идти в другой класс, спустись на первый этаж. Там будет белая дверь. На ней будет написано «Директор». Я надеюсь, ты умеешь читать. Там тебе и скажут, в какой класс идти. Да все умею читать. Марья Ивановна, вообще-то это была шутка. Ух ты, какая хорошая шутка. Смотрю, и память вернулась. Присаживайся. Тупольф, я же говорила, что это не прокатит. Это уже старая шутка. Пытка не пытка. Так, ребята, мы отвлеклись. Достаем двойные листочки и пишем контрольная работа. Дай мне один. Бери. Спасибо. Я воспользуюсь. Марья Ивановна, а какое сегодня число? Наверху пишешь 10 сентября, а на строчку и ниже контрольная работа. Ты что, это что за месяц у тебя? Подожди. А, походу, лето вмешалось. Сент-и-ю-ню-ю-ля-вгустяря. О! Марья Ивановна, а вы видели его название месяца? Пока он его напишет, у нас урок закончится. Не требуется слишком много от того, кто три месяца витал в облаках. Так, Марья Ивановна, а можно я тогда тоже с ним повитаю в облаках? Зазупин, хватай мне одного тупорева. Бери ручку и пиши. Марья Ивановна, мне кажется, уже можно оценки выставлять. Ботана, в смысле? Я еще задания даже не дала. Да вы посмотрите, как они подписали контрольную. Один вам написал, контрольная работа. Да, вот это начало, ребята. А у второго, ну ладно, месяц, ну непонятно. Вы посмотрите, как он контрольную работу обозвал. А что ты у этого, у этого, все нормально. Никого я еще даже не обзывал. Покажи, как ты там написал. Ну так Марья Ивановна, обычно же. Как ты пишешь? Тупорев, что за сленг? Мы что, во дворе? Какая контрольша? Контрольная работа. Точно, контрольная. А мне что исправить? Тупорев, тебе уже исправлять не надо. Два. Тупорев, два. Как два, ну? Хотел как лучше. Вечно, как всегда, получается. Так, Завучкин и Ботанов. Второй параграф, с первого по восьмые вопросы. Вперед. Наконец. О, задание со звездочкой. Клево. А мне что? Тебе особое задание будет. О, сейчас на тебя в жабу эту, на двойки. Ха-ха-ха. Затупин, пиши. 16 делить на 8. Ботанов. Ботанов. Отделить это как? Не мешай. Ну, Ботанов, ну подскажи. Че тебе стоит? Я тебе сказал не только. У меня задание со звездочкой. Тупорев, что такое отделить? Ты че? О, Марья Ивановна спроси. Марья Ивановна. Что за Тупин? Отделить это плюс или минус? Ха-ха. 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 Ну, как будто лето удачно пришло. За Тупин два балла, но заслуженнее, чем у Туполева. Вот это начало учебного года. Ха-ха. Че? Стабильность. Признак мастерства. Не расстраивайся. Марья Ивановна, я ничего, что сделал не восемь заданий, а девять. А я, Марья Ивановна, десять. Капец заучки. А щеки-то тушнилые. Ничего, мальчики, сдавайте листики. Это будет вам дополнительный балл на следующую работу. Вот и отлично. Скоро звонок. Следующий урок у вас физкультура. Наконец-то. Хоть какой-то нормальный урок будет. Так-так, подождите. Раздевалка на ремонте. Можете здесь переодеваться. Ну и ладно. Без проблем. Без проблем. Че себе? Завязал кто-то, походу. Не понял. Вот это тяги, Тупорев. Это какая-то новая модель бутс, Тупорев. А че такое каблук маленький, Тупорев? Тише, это не каблук, это шифт. Так, а ну-ка, рты позакрывали. Тут че-то не то. Тупорев, зачем тебе расчесывать? Чиряшки на голове расчесывать. Не понял. Тихо. Только не говори, что это гигиеническая помада. Слышь, можешь проверить и накраситься, если хочешь. Нет, спасибо. Дай-ка прочитать, что там. Детский спрей, легкое расчесывание. Я думаю, это дихофос от таракана в твоей голове. Слышишь? Ну все, это уже понятно, чье все. Так чье это, Тупорев? Я представляю, как тебе не в тему, и как не в тему тому, чье это. Может, это фотик? Фотик, да! Да это барахло моей мамы! Ладно, есть один плюс, пацаны. Какой плюс здесь может быть, Тупорев? Че тебе физрук-то скажет? Да ладно, с физруком я договорюсь. А плюс в ржаке. Представляешь, у моей мамки все это корпоратив на работе. И она в моих путьах и футбольной форме рассекает. Всем доброе утро, ребята. Сегодня у нас будет очень интересный день. А где Заучкин? А где Заучкин? А где Заучкин? А где Заучкин? А вот Заучкин. Ну вот Заучкин. Вот Заучкин. Здравствуйте, Мария Ивановна. Извините за опоздание, можно сесть на место. Заучкин? Что за внешний вид? Мария Ивановна, у меня вообще-то день рождения. Не хотите поздравить? Эй, ты че несешь, а? У тебя в августе день рождения, алло. Так правильно, все, кто летом родился, поздравляют в школе. Заучкин, сходи домой переоденься, приди обратно, и мы тебя поздравим. Потому что если тебя увидит директор, я отхвачу по полной. Мне хватает вот этих двух. А че мы? А че мы сделали уже сразу? Ничего вы не сделали, я по поводу вашего внешнего вида. Все, Заучкин, иди. Иди и не возвращайся. Это ж такая халява, сама Мария Ивановна отпустила. Если ему повезло. Ну, а че нам нельзя пойти переодеться тоже? Знаю я, как вы ходите. Уйдете и не придете. Ну ладно, скоро буду. Ребята, сегодня у нас по расписанию предмет, с которым вы никогда не сталкивались. Мне кажется, я знаю, что это за предмет. Еще бы ты не знал. Ты тогда все знаешь. Все предметы. Небось уже выручил, да, до конца школы. Это химия. Химия относится к естественным наукам. Также туда входят физика, астрономия и биология. О, я знаю. Мы же биологию в прошлом году уже проходили. Ну да. И в этом будем. И до детства. Не знаю, как ты. А я попробую до девятого. Как это? Откажешься изучать? Нет. С чего ты взял? Да до детства ты будешь. Что ты выдумываешь? Я сказал до девятого. Значит, до девятого. Да ладно, ребята. Просто Тупорев вам свою мечту не рассказал. Он после девятого класса хочет идти учиться на лифтера. И после девятого класса будет поступать в училище. Ну а что, разве плохая мечта? Лифтер. Правда, на лифтера нужно физику сдавать. Но об этом мы поговорим на следующем уроке. Тупорев и физику. В смысле физику? Вы что? Там же все просто. Кнопочки нажимать. Вызвали на пятый. Нажал на пятый. Вызвали на сто двадцать второй. Нажал на сто двадцать второй и поехал. Тупорев, какой сто двадцать второй? У нас в городе выше двадцатого этажа нет. Ты что думаешь? Я мечтаю лифтером у нас работать? Я мечтаю лифтером работать в дубаях. Да видел, какие здания? Ого, трехсотые этажи даже есть. Гоняешься на лифте вверх-вниз. Вообще круто. Оригинальная мечта, конечно. Но для этого надо физику будет учить. Так, все, хватит база разводить. У нас только седьмой класс, а не девятый. И физика не сейчас, а следующим уроком. Так что, Ботанов, ну-ка расскажи нам, что изучает химия. Только в двух словах, быстренько. Химия это наука о веществах, их свойствах и превращениях. Ээээ, эээ, два. Почему это два? Тупорев, что он неправильно сказал? Правильно будет. Химия – это наука о веществах. Вы же сами сказали в двух словах, а он вон как начал. Два балла, неправильный ответ. В двух словах это означает главное и коротко, а не о количестве слов. Поэтому, Туполев, ты не прав. А Ботан молодец. А теперь давайте откроем учебник по химии на последнем развороте и посмотрим на таблицу Менделеева. Таблица Менделеева – это один из самых важнейших элементов химии. Периодическая система химических элементов ДИ Менделеева. Марья Ивановна, а я тут одного важного элемента не нашел. Туполев, ничего себе. Туполев, какого-то элемента там не нашел. Очень интересно. Ну вот, Марья Ивановна, смотрите. Ой. Вот тут йод есть? Конечно, есть. О. А зеленка тогда где? Это тоже очень важный элемент. Зеленка? Вот где она здесь? Да, Туполев, юморишь. Зеленка – это соединение, а ты сейчас смотришь на таблицу элементов. А почему йод – это элемент, а зеленка – нет? Куда вы торопитесь? Мы это все будем изучать на уроках. Правильно, Батанов, на уроках мы будем изучать, как из элементов получается соединение. Я что-то вообще эту физику перестал понимать. Давайте уж как-нибудь без нее. Ну, во-первых, это химия, а не физика. Туполев, это ты еще с астрономией не столкнулся. Так а что там в астрономии такого страшного? Астрономия – это наука о Солнце, о Солнечной системе. Ребята, хватит, у нас химия! Так что, Марья Ивановна, без химии никак не получится? Нет, Туполев, без химии не получится. Все вокруг, и даже ты непосредственно связан с химией. Вот я на больничном и не могу дома сидеть, вот пришлю на урок. Похвально, Завучкин, я бы тоже пришел. Ну, подумаешь, прыщи. Да, о, дурень. Ха, я бы лучше дома сидел бы на больничном, а родичи свалят на работу. Валишь на улицу и все, и гоняешь в футбич. Ну, с такими прыщами тебя явно не возьмут в футбич играть. Ть, че, а на ворота поставила пустырит, ну. А это точно не заразно? Хе, ну так я же нормально выгляжу. Ты живешь в одном доме, значит, не заразно. Ну, подростковые прыщи не должны быть заразные. Но зачем вы их зеленкой намазали, я не понимаю. Да я почем знаю. О, батя сказал, видимо, врач. Сходили намазать, вот и намазал. Я же его не трогал, это они сами. Да не обращайте вы на меня внимания. Я себя хорошо чувствую. Поскорее, чтоб Мария Вадовна пришла. Согласен, согласен. Скорее бы она пришла, голодеж закончился, и мы бы начали учиться. Вот это желание у людей, да. Вот чтоб она вообще не пришла. Короче, я жду две минуты. Ты как? Полторы. Согласен. Вообще, минуты, если не появится, валим, короче, на улицу гулять. Не поняла. Кто тут собирается валить на улицу? Мария Вадовна, вы что? Вам, наверное, что-то послышалось? Никто никуда не собирался валить. Ну да, как только жареным запахло, сразу хвост прижал. Здравствуйте, Мария Вадовна. Здрасте. Здравствуйте, садитесь. Подождите. Заучкин, что с тобой? Да ничего, что нормально, Мария Вадовна. Так это, Мария Вадовна, врач сказал, типа, ну как врач, батя сказал, взрослеет нахер, переходный возраст, прыщавый. Тупорев, не разводи балаган. Обычные прыщи никто зеленкой не мажет. Мария Вадовна, я тоже подозреваю тут что-то неладное. Мне кажется, это необычные прыщи. Да обычные прыщи, отстаньте бы от меня, давайте уже учиться. Ну нет, Заучкин, давай-ка ты домой пойдешь. А если хочешь доказать, что ты обычные прыщи, принеси справку от врача. Подождите, он сказал то, что он на больничном и сказал то, что хочет учиться. Ему тут вообще нельзя присутствовать. Получается, да? Ты на больничном? Заучкин, мне кажется, у тебя ветрянка. Ну да, врач сказал, что ветрянка, но это же не смертельно, скоро пройдет, через две недели. Ветрянка? Иди отсюда, ты нас сейчас всех заразишь, я не болел. А что такое ветрянка? Что, ветер? Продола или что? Ужас, ветрянка? Заучкин, да как ты мог? Ну, Мария Ивановна, я не выдержу две недели дома без знаний. Нет, Заучкин, иди домой. Я лучше с тобой по вечерам онлайн буду заниматься. Но не надо, мне тут эпидемию начинать. Ты видел? Из-за каких-то обычных прыщей домой отправляют. Мне вот такие прыщи. О, а это уже идея. Заучкин, давай иди домой быстрее, я не хочу заражаться и пропускать две недели дома. Давай иди. Хух, какие-то прыщи и две недели без школы. Заучкин, давай-давай уходи и возвращайся, когда выздоровеешь. Здоровья тебе, скорейшего выздоровления. Ну ладно, всем пока. И Мария Ивановна, не забудьте, вечером по компьютеру позанимаемся. Ты ж угораздила такого брата-ботана, а? Так, ребята, все, тишина, приступаем к урокам. И начнем с проверки домашнего задания. Тупорев, где твое домашнее задание? Домашнее задание? Мария Ивановна! А, так это? Оно ж дома! Фух, как обычно. Тупорев, я не поняла, только первое четверть, а уже начинается. Почему твое домашнее задание дома, а не с тобой? Попал, да? Мария Ивановна, а какое вы говорите, домашнее задание? Домашнее, домашнее. Ну так, если следовать этой, как его, логике... Ого, мне уже интересно стало, продолжай. Не отвлекай, Чкастый. Так вот, Мария Ивановна, не, это я не вам, это я этому. Если следовать логике, то домашнее задание, оно дома. Ведь оно домашнее. Точняк. Так, тогда, если следовать логике, Тупорев, то приготовь мне свой дневник. Хе. Мария Ивановна, а вам его как? Сварить или пожарить? Тупорев, ты что, бессмертный? Тупорев, иди спроси у директора, он тебе точно подскажет. И спроси у него, что добавляет, соль или перец. Да давай иди, в этом году еще не было. Ну ладно, схожу. Так, а пока мы ждем Тупорева, повторяем домашний параграф. Мария Ивановна, так домашний параграф дома. За другом хочешь к директору прогуляться? Не, я пошутил. Дай книжку потом. У меня одна осталась, Завучкин ушел. А где твоя книжка? Ай, все, тоже мне друг. Мария Ивановна, я сходил к директору, его не было. Как не было? Она должна быть у себя. Так а я почем знаю, Мария Ивановна? Ну не было, кабинет закрыт. Че я там пропускать? Уроки должен стоять. Не могу понять, че ты спиной к учителю стоишь. Да пусть стоит, он так умнее выглядит. Слышишь ты? Умник, сейчас устрою я тебе. Мария Ивановна, что с ним? Мария Ивановна, по-моему инфекция распространяться начала. В смысле? Вот. Что ты, Боря? Покажи-ка. А что такое, Мария Ивановна? Что за зеленое у тебя на лице? А, так это я заразился от Заучкина. Мы в одном доме живем. Вот, вы же видели, он заразный. Вы его домой отпустили. Давайте я пойду домой. Мне к врачу надо, за больничным. Так быстро? А где зеленку взял? Тупорев, в смысле? У тебя что, ветренка сразу зеленая вылезла? Ну, вы же видели Заучкина. Он же в зеленой точке был. Значит, болезнь эта вот и на меня перешла. Тупорев, порыщи сначала красные вылазят. А зеленые они, потому что их зеленкой мажут. Тупорев, ты еще про инкубационный период забыл. Хотя, какой забыл? Ты и не знал про него. Какой? Это значит, в инкубаторе надо сидеть? Тебе да. Не помешало бы созреть. Мария Ивановна, а вы что, его тоже домой отправляете? Какой домой? Я его отправляю умываться, потом он приходит на урок, а затем идем к директору. Так а что это? Что умываться? Что не прокатывать, ну? Завалить уже нельзя даже. Да, Тупорев, маловато мозгов у тебя. А вот если бы прыщи красным нарисовал, то прокатило бы, наверное. Красным, да? Мария Ивановна, можно выйти? Тупорев придет, тогда выйдешь. Мария Ивановна, может, начнем уже урок? Патанов, куда ты торопишься? Еще не все пришли. Не буду же я урок с одним тобой проводить. Тем более, еще звонка даже не было. Да ну так не терпится к физике приступить. Новый предмет, такой классный. Успел? Звонка не было? Ха, не опоздал. Здравствуйте, Мария Ивановна. Здорово, тикань. Вот видишь, Батанов, Тупорев явился на физику. Проходи, садись. Физика? Ну, я, наверное, лучше пойду погуляю. Стоять? Куда собрался? Я сказала, садись на место. И как там Заучкин себя чувствует? Нормально он себя чувствует. Балдеет. Тоже мне? Кто вообще придумал такую болезнь? Ветрянка. Три прыща выскочила. И можно нифига не делать целыми днями. И в школу ходить не надо. Везет ему. Мне бы так. Да все. Не завидуй человеку, который болеет. Ты мне лучше скажи, где твой сосед по парте? Затупин. О, кстати, а где Затупин? Не знаю. Я думал, я обычно всегда последним прихожу. Может, где задерживается? Может, автобус опоздал? Или еще что? В карты заигрался на улице. Какие карты? Он что, в азартные игры играет? Не-не-не, это я так пошутил. Должен мне еще. Здравствуйте, Мария Ивановна. Можно сесть на место? Ха! О, я мился. Не за это. Не запылился. Долг, когда вернешь, а? Я отыгрываться буду, недолг возвращать. Мария Ивановна, можно сесть на место? Конечно, садись. Почти опоздал. Мария Ивановна, а что он вырядился, как пугало? Ты что, прям с футбольного матча сюда или что? Да не, мне плоховато что-то. Не очень себя чувствую. А я тебе говорил. Не покупай на вокзале чебуреки. Да не в чебуреках тут дело. Тут все гораздо серьезнее. Затупин, почти опоздал, еще и разговариваешь. Почему ты в очках? Снимай давай. И шарф натянул, как пугало на огороде. Вроде не зима, не холодно. Сам как пугало. Сейчас как дам, сам на огород отправишься. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так его правильно-то обнаглел. Мария Ивановна, Затупин не снимает очки. Затупин, я и так мирюсь с вашими кепками. Быстро снял очки и шарф. Как скажете. Эй, что это у тебя на лице? Мухомор. Затупин, что там с тобой? Ну-ка, ну-ка. Ты с утра горло першила. Ну сейчас какие-то прыщи по лицу. Может, ветрянка. Да чё, вы же говорили. Фу, с красных прыщей всё обычно начинается. А чё ты отдал ему обратную? Ты ж так заразиться хотел. Мария Ивановна, вызывайте врача скорее. У нас эпидемия. Ну, я у мамы узнал, что я болел. Так что я не боюсь. Вот пусть к тебе и подсаживается. Дуй к нему. Мария Ивановна, срочно врача. Не буду я никакого врача вызывать. У нас есть медсестра в медкабинете. Сейчас я её вызову. Ну, всё равно, братан, что не говори. А плюс есть. Две недели дома потусуешься. Лучше, чем всякую химику и физию гонять. Валентина Ивановна, здравствуйте. У нас ветрянка в классе. Нет, затупен. Посмотрите, пожалуйста, его карточку. Болел он ветрянкой или нет. И заходите к нам. Блин. А чё? Надуть хотел? Мария Ивановна уже подпустила? Ха-ха-ха-ха. Хотел. Но я думаю, я спалился. Да, Валентина Ивановна, затупен. Затупен. Заучкин уже болеет. В смысле перенёс ветрянку? В саду? А сейчас тогда с ним что? Я вас поняла, спасибо. Тупорев, а потри-ка затупен у него красные прыщи. Ха-ха, секунду. Тогда сам давай. У меня зеркала нету. В очках отражения достаточно. Ха-ха, похоже, ты реально, чувак, попал. Три давай. Ха-ха. Дорога тебе к директору. Чё только я один должен ходить туда. Ха. Мария Ивановна. Так они у него вытираются. Ха-ха, лошара. К директору. К директору его. Ха-ха-ха. Да, затупен. Обманщик, к директору пойдёшь. Но только после уроков. Ну почему после уроков? Давайте я сейчас схожу. Нет, сейчас у нас физика. А после уроков сходишь. Наконец-то физика начнётся. Ну чё, к директору всё равно пойдёшь. Терять нечего. Короче, есть у меня приколюха одна. Только мне нужен стержень с ручки. На, выкинь. Я его сдёрнул. Сейчас пасту, которую пишем, в пакет выдавим. О, всё в мусорку. Ну, теперь смотри. Ого. И чё это будет? Да урок сорвать надо. Пока они будут от твоей бомбы синьки отмываться. Мы вообще со школы свалим. Ну чё, готов? Давай. Ну всё. Держись, седьмой класс. Что за взрыв? Марья Ивановна, что это было? Ребята, что произошло? Синяя! Гном, гномочи! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Так вы тоже синие, Тупорев. Ты что натворил? Я что, тоже синяя? Не дай бог! Марья Ивановна, так вы тоже вся синяя. Тупорев, ты тоже весь синий. Ха, не страшно! Ты вообще синий-красный! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Тупорев и Затопин к директору сейчас же! Хе-хе, класс! Погнали, пока не передумал никто. Хорошо, мы мигом! А вы пока отмываетесь! Очканьки! Ха-ха! Ха-ха! А в принципе, классно сидеть одному за партой! Ха-ха! Да же ладно, там кореш-не кореш никто не мешает. Шмотки си-в-тасел развалился! И чё? Эй, я не понял, чё ты один за партой? Куда ты убрал стул, затупил? Ха-ха! Куда надо, туда и убрал! Я б на твоём месте и стул Ботанова бы выкинул! Ты что делаешь? Сейчас стул сломается! О, Марья Ивановна! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Марья Ивановна! А чё такие грустные? Ладно, есть вопросы! На собрании решим! В каком собрании, Марья Ивановна? Не надо никаких собраний! Правда, Замочкин? Надо вот на собрании обсудить, что Тупарев стул сломал, да, Тупарев? А чё я? Это не я! Это Марья Ивановна дверь открыла! И сквозняком! Ха-ха! Окна надо закрывать вовремя! Тогда никто даже болеть не будет! Так, всё, что нужно обсудить, обсудим на родительском собрании! Вы мне лучше скажите, где вторая половина класса? Ха! А вы этого очкарика спросите! Тупарев, при чём тут я? Чё ты во всём меня обвиняешь? Ха! Марья Ивановна, вам чё, фотки показать? Как полкласса сейчас выглядит? Сейчас я вам покажу! Смотрите! Ну покажи, покажи, что там случилось! Неужели понравилось? Чё, не в курсе, да? Вам чё, реально показать? Вот смотрите! Вот это за Тупин! Ого! А что с ним? Видели, да? А вот это ботанов! Ужас! Что с ними? Что случилось с ними? У них что, какой-то вирус? А-а-а! Что ж мы делаем? Что ж мы делаем? Что мы изнасли? Зарезу разнёс свою подшколе! Полкласса выкосил! Ха! Скоро директор заболеет! Скорей бы! А-а-а! У них что, ветрянка? А-а-а! Ураганка! Поэтому я вот и... Решил... Есть... Вещи, от которых не болеет! Марья Ивановна, бойся! А то скоро и вы зелёный станете! Ха-ха-ха! Так всё-таки, ветрянка просто так не прошла! Подкосила ещё полкласса! Так, Марья Ивановна, я же об этом и говорю! О, очкастый! Заразил всех! Терше страдает, болеет! Ты видел, какие они зелёные? А я в чём не работал! А нечего было в школу приходить, когда у тебя это всё началось! Понял? Всё, заканчиваем разговоры, у нас геометрия! Тупорев, убери этот вонючий лук! Невозможно находиться в классе! Смотри! Марья Ивановна, ха! Чемодан в вокзал в Париж! Не нравится! Уехали! Сейчас ты уедешь к директору! Говорю, лук спрячь свой вонючий! Лук от ветрянки не помогает! Так чё я? Получается, зря лук с чесноком всю ночь ел! Это я у тебя спросил! Чё делать? Ты у меня ещё отхватишь! Меньше слушай чужие советы! Лучше думай своей головой! Хм, чем там думать? Так, всё, заканчиваем базар! Сегодня у нас контрольный опрос по геометрии! Ого! А можно я пойду к врачу? Проверишь, не заболел ли я? Нет! Ты лучше встань и расскажи нам, что такое бисектриса угла! Бисектриса? Это крыса! Какая крыса, Тупорев, ты о чём? Вы чё, Марья Ивановна? Мне батя вчера научил! Он чётко сказал, бисектриса – это крыса! Ну хорошо, а дальше? Бисектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам! Молодец! Два балла! В смысле, два балла? А чё я не так сказал? Мне нужна точная формулировка из учебника! Заучкин, расскажи, пожалуйста! Бисектриса – это лусь, который выходит из вершины и делит угол пополам! Чё? А где крыса? Так вот, Тупорев, крысы там нет! Заучкину плюс, Тупореву минус! А теперь, Тупорев, расскажи, что такое медиана! А чё снова я, Марья Ивановна? В Заучкине я уверена, а остальной половины класса нет! Но я всех спрошу, не волнуйся! Так это, эээ, так качкарик-вопросы! Чё он сделал так, что остальных нету? Спрашивали бы их! Я бы отдыхал бы! Тупорев, что такое медиана? Медиана – это обезьяна, которая идёт по сторонам и делит стороны пополам! Тупорев, мне нужна официальная формулировка из учебника! О, ничего не знаю, мы с батей учили! Мне нравится! Так легче запогнать! Тупорев, я, конечно, понимаю, что так проще запомнить, но мне нужна официальная формулировка из учебника! Заучкин, расскажи, пожалуйста! Медиана – это отрезок? Записывай, Тупорев! Отрезок, который соединяет вершину треугольника С? Записываешь там? С? Конечно, записываю! Ты помедленнее мне тут! С середины и с противоположной стороны! Молодец, Заучкин, присаживайся! Спасибо, Мария Ивановна! Спасибо, Мария Ивановна! Можно помедленнее, я записываю всё-таки! Ну что, Тупорев, сможешь повторить? Мария Ивановна, я допишу на перемене! Обещаю, я на завтра выучу! Тупорев, это ещё не всё! Теперь расскажи мне, что такое высота! А, ну, высота – это небоскрёб, вертолёты, самолёты летают! Вот это высота! Да я вчера на турнир самый высокий как залез! О, смотрю, а там высота! Тупорев, у нас геометрия! Да-да, Тупорев, что такое высота в геометрии? А, в геометрии? Что там батя говорил? Я уже засыпал! А, о, высота – это кошка без хвоста! Тупорев, геометрия, а не биология! Тупорев, ты опять со своими стежками? А я-то чё, это всё батя? И он говорил, что высота – это кошка без хвоста, которая падает с вершины, как лом! На сторону какую-то! Эй, под прямым углом! Тупорев, за урок два! Заучкин, добивай тему, потому что я уже не могу! А чё два сразу, Марья Ивановна? Я так бате и скажу! Он меня научил, а мне два поставили! Понятно? Вот с отцом и придёшь к директору, ему и будешь стихи свои рассказывать! Давай, Заучкин, отвечай, что такое высота, и будем заканчивать урок! Высота – это… Вот батя подставил! Ой, блин, так, Марья Ивановна, вы что-то ещё и не задавали! О, Витя Марья Ивановна, вы этого ещё не задавали? Даже Заучкин не знает, а я выучил! Батя, спасибо! Да? Что-то я перестаралась. Ну ладно, на следующий урок выучите. Конечно, Марья Ивановна, обязательно! От зубов будет отлетать! Ага, конечно! Ха, ну я надеюсь, что в следующий урок, как эти двое будут болеть, и ничего не надо будет уточнить! До свидания, всем! Так, ну хорошо, Заучкин, отлично поработал, молодец! Марья Ивановна, мне тоже понравилось, спасибо вам за урок! Ну а ты тупырев, как обычно, в постоянном! Ха, как говорит мой батя! Постоянство – признак мастерства! Только не в твоём случае! А кто это? Марья Ивановна, здравствуйте, мы только из поликлиники, можно сесть на место? Здрасте! Ого, ребята, вы выздоровели? Ну, наконец-то! О, привет, ребят, я по вам соскучился! Э, заразные, идите отсюда, я не хочу больше болеть Мы не заразные Да у нас даже справки есть, Мария Ивановна, я же говорю, мы только из поликлиники И что, Мария Ивановна, проверьте их справки, и мне одну очка стыдает, что там тебе написали На, посмотри, надеюсь читать умеешь Это вам, Мария Ивановна Здоров, хорошо, присаживайтесь Ха, в школу явится завтрашним числом написано Вы что, приперлись? Целый день могли гулять еще Прощавы В смысле завтрашним? Дай сюда Я же просил врача сегодня А, точно Ну ничего, ребят, не важно, завтрашним, сегодняшним У нас сегодня очень легкий день, сокращенные уроки Ха, так мы сейчас домой идем Ха, не зря приперлись Ничего страшного, хорошо, что пришли Как раз узнаете, что вам на завтра задано А у вас на завтра задано праздничное домашнее задание Мария Ивановна, что за праздник? Завтра у нас праздник золотой осени И каждый из вас должен принести что-нибудь из даров осени Опять эти дары осени? Не буду никакие желуди с каштанами нести Я их вечно с какашками собак путаю Тупорев, ну в этот раз постарайся не перепутать Потому что нам не нужны желуди и каштаны Ха-ха-ха Тупорев, ну осенью уже не только каштаны и желуди Ха, точно И какашки котов еще Ха-ха-ха-ха Так, ну давайте без поделок первоклассников Удивите меня чем-нибудь Все, можете быть свободны Ха, ну надо реально удивить Надо подумать Ну да, было в чем думать Дай дневник, я домашку перепишу Ух ты, даже Мария Ивановна нету Как всегда я первый пришел О, Заучкин, привет Ты вашу стыклу принес? О, да, только необычную Смотри, какая она бородавочная Покажи Это наверное какой-то декоративный сорт, да? Специально выведенный Да, и это я ее в горшке Шесть месяцев выращивал И да, и вообще Покажи свое Ну вот Ух ты, у тебя тоже необычная тыква Не просто оранжевая С зеленым немного Да, это специально отдельный сорт такой А что за сорт? Подскажи Это голосемянная тыква Дельта Ну желаю тебе удачи О, Мария Ивановна Здравствуйте, ребята О, Ботанов, Заучкин Вы уже здесь? Какие у вас красивые тыквы Здравствуйте, Мария Ивановна Мы уже готовы А где за тупины тупырев? Скоро же урок начинается Мария Ивановна Ну они как всегда опаздывают Наверное, желуди с какашками и собачьими собирают Ботанов нет Не уподобляйся тупыреву Тебе это не идет Мария Ивановна, здравствуйте А где твои дары осени? Вот Два яблока? И грецкие орехи? А что, их разве весной собирают? Молодец, Затупин Да, это дары осени Подготовился, умница Спасибо, Мария Ивановна А вы тут на меня гоните Ну все, ждем тупырева Пацаны, мне нужна помощь Затупин Здравствуйте, Мария Ивановна Затупин, погнали со мной, поможешь Тупырев, постой Какая помощь? Какой затупин тебе? Вы куда? Мария Ивановна У меня там дары осени Я сам не справляюсь Погнали, затупин Не Сам собирай свои собачьи отходы Да сейчас все увидите Иди помой Мария Ивановна, пусть мне поможет Ну Тупырев, не пугай меня Ладно, затупин Иди помоги ему Ну что может быть круче моего набора? Мария Ивановна Нам еще нужна помощь Ну Батанов, что сидишь? Пошли хоть пользу обществу принесешь Мария Ивановна, мне кажется У него какой-то план Собрать всех учеников с класса И сорвать урок Слышь, очканик, что там придумал? Ха Если б я хотел бы Я б уже с корешем свалил бы Мария Ивановна, нам реально помощь нужна У нас не хватает физических Как это? Сил Это у тебя не хватает Поэтому тебе нужна помощь Да ладно, не важно Но там все будет круто Вы все офигеете Батанов, пошли Пошли, очкастый Мария Ивановна, можно мы его возьмем? Ладно, Батанов Иди помоги им Не успокоиться же Мария Ивановна, что-то их долго нету Можно я схожу, проверю? Давай, поторопи их там Хорошо На парту давай ее На парту Давай сюда Ой, затупим царямба Зату поесть можно Вот, Мария Ивановна Моя это Тыква-кабачок или кабатыква Не помню, как называется Не помню, как называется Дарья осени Ого Это точно не тыквачок Это кабатыква Мария Ивановна, так пусть будет так Как это кабатыква Значит кабатыква Тупорев, ты где ее взял? На даче На даче Мария Ивановна, так нечестно Он взял мою кабатыкву, как вы назвали Я ее экспериментировал Не выдумывай Это я вырастил Твой эксперимент Вон, какая-то бородавка тыквенная Мария Ивановна, это я ее посадил Да ладно, Заучкин, успокойся Ты бы все равно не смог ее принести Вот у тебя есть твоя тыква Которая соответствует тебе А у Тупорева его тыква Да, Мария Ивановна, спасибо Моя тыква В смысле тыква Кабатыква Ты же там семечко кинул в вазон Твои проблемы Я ее каждый вечер Подкармливал Тем, что сам не доедал Смотрите, какая она огромная Мое первое место Пятерку мне Пятерку Мария Ивановна, так не честно Я не согласен А я вообще расстроен Все орехи кабатыквы подавили И еще и яблоко съели Тебе жалко, у тебя второе есть Поздно уже Второе я ем Тыкву свою ешь А ты свою кабатыкву Братан, у тебя зато вкусный Дару осени Накуда Ребята, успокойтесь Вот это я понимаю соревнования Так, все, выставляем оценки Я точно выиграл С такими бородавками Это вряд ли Вот моя тыква Сто процентов выиграет Мне кажется, мои дары осени Самые вкусные И полезные Это же орехи Мария Ивановна Ну ничего не знаю, Мария Ивановна А мне кажется Задача была Удить О да, Тупорев По поводу удивить Бесспорно Пять баллов тебе Пятерка? Хорош, Тупорев Мария Ивановна А можно выбрать Пятерку по математике поставить? У батя будет в шоке Хватит тебе моего шока По биологии поставлю пятерку Вот когда площадь этой тыквы измеришь Тогда в математику пять пойдет Ну ладно Пять по биологии Так пять по биологии Мария Ивановна Только Можно ее здесь оставлю? Пусть в столовой приготовят Не потащу я уже ее домой Тяжелая зараза Ладно, оставляй Но я себе кусочек отпилю Молодец, постарался Затупен тебе тоже пять Пилите, Мария Ивановна Не вопрос Поздравляю, братан, у нас с тобой по пятерочке Им по пятерке? А нам тогда по двери О, да Нет, ребята Задание было одно Поэтому и вам по одной пятерке Мария Ивановна Я считаю, что Тупореву надо поставить еще одну пятерку За что? Ну потому что у него самая большая каботыква в мире Посмотрите еще раз Ого, братан, спасибо А вообще, Мария Ивановна Наверное, я ее тут в школе не оставлю Извините, вы тоже кусочек не отпилите Я пойду На рекорд Гиннеса Пойду Подавать заявку Ого, 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 ого